Есть несколько аспектов, на которых мы акцентировали внимание. Во-первых, это нововведение по авансовым платежам за газ. Это впервые в нашей практике и в практике поставки природного газа вводятся авансовые платежи. Безусловно, это вызывает некоторые опасения, потому что наши клиенты рассчитываются с нами постфактум. Мы же должны оплатить за поставку природного газа на условиях предоплаты. Следующим спорным вопросом является начисление штрафных санкций. Начисление штрафных санкций применяется, если предприятие не своевременно проведет расчеты за природный газ. Но штраф начисляется не на сумму недоплаты, а на сумму всего объема поставленного газа в соответствующем периоде. Как она определилась? Почему именно такая сумма? Не другая? Не больше? Не меньше? Как она будет расходить? Как она будет расходить? Ну, по-перше, фактично, виділено на сегодняшний сессии не 360 млн, а 240 млн. Это по факту внесення змін до бюджету. По-друге, загальна сумма коштів, яка потрібна для проходжения двух месяцев цього року валювального сезона, складає 860 млн. 360 млн. – это та сумма, за якою мы обратились, с урахованием того, что 500 млн. – это предприятие предприятие самостоятельно. Кошти будут спрямовываться за основными напрямками. Это, конечно, плата авансовых внесек за природный газ, плата за покупное тепло, за электрику и другие. Все есть у перечня, которая додана до проекта решений. напоминайте, пожалуйста, еще к традиционной задолженности одеситом. Сколько оно сейчас составляет? Загальний борг споживачів перед КПТОБОСТАЧАННЯ МСТА Одеси становит на сегодня 720 млн грн. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до одеситів все-таки сплатити цю заборгованість до початку валювального сезона. и это даст возможность лучше подготовиться и стал пройти этот опалювальный сезон в условиях, снова же таки, подкреслюю, платы авансовых внесек за природный газ. Опалювальный сезон в Одессе, как всегда, начнется сгодом решения Одессского муського головы, а также с урахованием природных условий и снижением температуры среднодельно до 8 градусов.